Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля — привести свободу во все сферы нашей жизни. Духа Святого Поэтому сегодня я буду говорить о Духе Святом, как о живой воде. Когда мы читаем о Духе Святом, я заметил, что о Духе Святом чаще всего говорится, что мы не просто Его просим, что мы не просто Ему говорим, а что мы должны Его жаждать. Поэтому, когда ты приходишь, ты должен молиться. Дух Святой, я хочу соединиться с тобой. Я хочу сосредоточиться на тебе. Я хочу, чтобы твое помазание текло и наполнило меня, чтобы я не ушел пустой. Поэтому Дух Святой говорит, что там, где будет Дух Святой, в этих сферах твоей жизни будет рост. В этих сферах твоей жизни будет развитие. В этих сферах твоей жизни будет обновление. Если в какой-то сфере ты засох, там ничего не растет, не движется, не происходит, потому что там нет духа святого там нет его живой воды хочешь ли ты расти хочешь развиваться это вопрос к тебе уже лично но здесь говорится о принципе об условиях которые бога ли для нас если хочешь роста тебе нужно жаждать духа святого если хочешь развития тебе нужен дух святой если хочешь плодов тебе нужно его живая вода аллилуйя поэтому как вы живете как вы живете зависит какие у вас отношения со святым духом опять же я напомню он говорит ибо и залью воды на жаждущее ибо потому что да почему потому что жажда она притягивает дух святой жажда она показывает духу святому этот человек хоть знаете бог нам ничего не навязывает я так часто говорил что бог за нами бегать не будет я как-то рассказывал пример что да вот иногда люди привыкли за ними всю жизнь бегу и там в школе там за ними бегали их уговаривали потом за где-то за ними бегали уговаривали я заметил что бог за нами не бегает он он ждет когда ты созреешь понимаешь когда блудный сумм сын ушел отец не побежал не тот отец должен был побежать там секс свиней убить его вытащить нет он ждал знаешь отец ждет когда ты возжаждешь да да он дошел до такого момента и и только там он вдруг понял где я оказался что я делаю почему я хрюка не разговариваю не славлю бога и и и вдруг в этот момент он понял что ему нужно и кто ему нужен аминь знаешь бог он не просто ведь я дал человеку свободную волю я дал ему ответственность это говорится что это ты отвечаешь за свою жизнь ты отвечаешь за свое будущее ты отвечаешь где ты проведешь вечность какой вечности в темной вечности или в божьей вечности но люди порой не хотят этого понять они не хотят этого понять но бог он говорит тебе лучше это понять тебя лучшего жаждать бога нами тебя лучше вас жаждать и тогда он и зальется он придет и он принесет тебе рост развития и благословения и плодоносность скажи слава богу халлилю я смотрите чаще всего вот чаще всего почему люди приходят богу одни приходят другими приходят чаще всего по какой причине потому что у нас есть какая-то проблема да мы обычно так вот мне какая-то проблема там кто-то болел кто у кого-то какие-то там ситуация были разные да но смотрите в этом нет ничего страшно если ты приходишь по нужде так сказать богу но как если сказал что сначала ты пьешь значит и получаешь твои нужды восполняются ты исцеляешься освобождаешься возрастаешь да но дальше он говорит дальше следующий этап это когда уже через тебя дух святой будет действовать мы не можем постоянно приходить богу по нужде понимаете только из-за того что у меня есть нужда я иду богу только что мне есть проблема я иду богу если у меня нет нужды мне нет проблем же зачем мне туда идти к богу это не жажда друзья это не жажда жажда о котором о которой говорит слово божье это жажда по самому богу это жажда по самому богу я еще расскажу не потому чтобы он тебе что-то дал не потому что ты хочешь что-то получить в этом нет ничего плохого но это не жажда друзья давайте не путать жажда который имеет ввиду бог это жажда по самому богу аллилуйя вот когда бога тебя вижу жажду но я же там молюсь я же то ты приходишь всегда просто тебе что-то надо от меня получить но я тебе сам не нужен понимаете вот такое потребительство конечно она очень и очень может быть распространено но это не того чего ищет бог я бы сказал то чего жаждет бог бог тоже жаждет отношений с нами но он жаждет чтобы ты приходил к нему ради него самого а не просто что он тебе что-то дает он тебе что-то дает знаете в этом всегда много проблем я слышал много раз когда люди приходили так сказать по нужде и бог им что-то не давал они огорчались они обижались на бога они разочаровались о бог мне вот это не дал бог не то не дал бог мне вот это не сделал но знаете самое главное бог говорит что как сказал иисус если сначала я буду остальное все приложится hallelujah и поэтому настоящая жажда это жажда по самому богу по самому духу святому что дух святой сейчас представляет бога здесь он представитель отца он представитель иисуса он представитель царства божие здесь и он прямо в нас прямо в тебе и прямо во зачем затем чтобы ты мог двигаться не своей силой а силы святого духа чтобы ты мог исполнить призвание и предназначение знаете мы не случайно часто вспоминаем давида по какой причине потому что бог сказал что я нашел мужа по сердцу моему который исполнит все мои желания понимаешь то есть не не тот человек которому я исполню все его желания таких очень много людей которые бог мне вот это вот это вот это 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 все понятно пока мы живы у нас есть разные проблемы нужды но бог и так мало людей которые просто хотят меня знать которые хотят быть со мной из-за того что я бог просто как личность слава богу аллилуйя что такие люди есть их немного потому что но множество людей они не могут перескочить вот знаете вот этот барьер эгоизма да вот этот барьер как бы сосредоточенности на себе но когда люди начинают видеть бога то богат и остальное все приложится и остальное придет потому что когда ты ищешь бога ради бога ты жаждешь бога ради бога бог говорит вот этого я и жажду я и вот знаете ну такие примеры всегда они понятны для если бы с тобой кто-то дружил из-за того что у тебя что-то можно взять вот как бы тебе эта дружба нравилась да как бы тебе нравилась эта дружба что вот просто человек дружит из-за того что он что-то может поиметь что-то может взять ты что-то для него может сделать только ради этого но когда нечего тебя взять зачем мне с тобой дружить у тебя взять нечего что собой дружить ты ничего не можешь сделать зачем ты мне нужен и понимаете очень часто так и с богом происходит но та жажда о которой говорит дух святой я приду туда где жаждут меня скажи слава богу на это халилю и халилю и слава богу я еще раз прочитает абсалом 103 30 пошлешь дух твой созидаются ты обновляешь лицо земли куда приходит дух святой приходит его творческая сила не забывайте что кто творил вот это все видимое и невидимое да когда мы читаем книгу бытия написано что земля была без видна и пуста и дух божий носился над бездною но когда бог стал говорить слово тот дух святой стал творить и поэтому здесь написано что когда приходит дух святой приходит созидание приходит творческая сила приходят изменения если это не придет ничего другой не придет не придет дух святой не придется созидающая сила. И ты обновляешь лицо земли. Знаете, вот это слово обновляешь, оно так же переводится, как подзаряжаешь или наполняешь снова. Потому что, когда ты устаешь, тебе особенно нужен Дух Святой. Когда ты засыхаешь, тебе особенно нужен Дух Святой. Когда ты потерял радость, когда еще что-то, говоришь, вот у меня раньше было, сейчас этого нету. Начни просто жаждать Духа Святого. Он обновит тебя. Он освежит тебя. Он наполнит тебя новым вином и свежим елеем. Вот что хочет Господь сделать. И это обновление коснется твоего Духа, это обновление коснется твоего разового. Да, и все нам написано, чтобы облечься в нового человека и обновиться Духом ума. Потому что если твое сознание обновится, то твоя жизнь обновится. Причем написано, обновиться Духом ума. Почему? Потому что нам нужен Дух Святой, чтобы наше мышление изменилось. Аллелеви! Как говорит апостол Павел, да, Дух премудрости и откровения к познанию Бога. Потому что мы не можем сказать, о, я уже все знаю, Господь, знаешь, я хочу чем-то другим заниматься, мне уже не интересно тебя познавать. Нет, это все говорит о засухе. Потому что когда засуха, тогда неинтересно. Когда есть рост, тогда интересно. Тогда есть развитие. И он говорит, что обновляется наш ум и обновляется наша жизнь. И мы облекаемся, написано, в нового человека, созданного по Богу. Это вот тот оригинал, который видел Бог. Не то, что сделал дьявол, да, что он сделал с человеком, что сделал грех с человеком, но то, что Бог хочет сделать в тебе и через тебя. Слава Богу! И поэтому, знаете, нам всем, нам всем, 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 всем нужен Святой Дух. Нам всем нужно обновление, наполнение. Это нужно не только взрослым, друзья, это нужно и детям. Это нужно подросткам. Это нужно молодежи. Это нужно среднему возрасту. Это нужно пожилому возрасту. Это написано у Иаиля, да. Петр цитирует в книге «Деяния». Он цитирует Иаиля, и он говорит, что «и будет в последние дни, да, и зальет Духа Моего на всякую плоти, будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Это имеется в виду, это дети, друзья. Потому что дальше написано «и юноши ваши будут видеть видение». То есть это уже молодежь. Слава Богу! Кому нужен Дух Святой? Здесь говорится о том, что Он нужен всем. Всем. Он нужен всем. И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Смотри, Он перечисляет все возрастные группы, и Он мне говорит, что уже кому-то Дух Святой не нужен. Уже кому-то наполняться не нужно. Уже кому-то меняться не нужно. Уже кому-то расти не нужно. Уже как бы через кого-то Дух Святой говорит, я не хочу действовать. О, эти слишком маленькие. Они пусть подрастут. Нет. Дух Святой говорит, я хочу и на детей приходить. Я хочу и на молодежь приходить. И на взрослых, и на старцев, потому что Бог говорит, пока ты живешь здесь, на земле, ты мой храм, слава Богу, ты мой посланник, ты мой сосуд, ты мой инструмент, и я хочу действовать через тебя, слава Богу. Поэтому, когда Дух Святой наполняет, то мы духовно всегда будем плодоносными. Сочны, свежи и что? И плодовиты. Это говорится о действии Святого Духа. Там не написано засохшие, бесплодны, бесполезны. Нет, написано, что они сочны, они свежи, они обновляются, и они плодовиты. Поэтому не надо думать, что, о, это меня не касается, или, о, это тех не касается. Дух Святой хочет касаться всех. Скажи, что Дух Святой хочет всех касаться. Халлалюй! Конечно, тебя в первую очередь. В первую очередь тебя и меня, слава Богу. Итак, друзья, какими мы себя видим? Каким деревом мы себя видим? Я говорю, так интересно, что мы часто, Бог видит нас как деревья. Как деревья. Помнишь, первый псалом, да? Там о чем написано? Что он будет как дерево, посаженное при потоках вод. То есть, его корни, они где находятся? Они в воде находятся. И почему? Потому что он жаждет. И написано, он приносит плод свой в свое время, и лист которого не вянет, и все, что он не делает, он имеет успех. Без Духа Святого, друзья, мы будем неудачники, будем безуспешные. Ты можешь что-то стараться делать, что-то, но без Духа Святого далеко, как говорится, не уйдешь, потому что Дух животворит. Аминь! Вы знаете, известный псалом, 22-й псалом, вот когда ты изучаешь Святой Дух, и ты понимаешь, как Дух Святой везде вот проходит через все Писание, когда Давид говорит, Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться, он раскрывает, почему он не будет нуждаться. Он говорит, он покоит меня на злачных пажетях. И что ты думаешь про злачные пажети? Вот как ты думаешь то? Что такое злачные пажети для тебя? Вот что бы ты сказал на вот это слово «злачные пажети»? Долго думаете, я верю, это слово Божие. Это злачные пажети. И написано, и водит меня к водам тихим, к воде. Я рассказывал историю про одну овцу, которая отбилась от стада, залезла на гору, обожралась травы и умерла. Почему она умерла? Потому что не было воды. Она ела, 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 и все. И ее желудок был полон набит воды, но там не было воды. И она погибла из-за этого. Поэтому нам нужно слово Божие и Дух Святой. Слово Божие вместе с Святым Духом. Все. Писание Бога духновенно. Оно вдохновлено Святым Духом. Аминь. И он говорит, что это подкрепляет мою душу. Это подкрепляет, потому что мы получаем разное огорчение. Может какие-то раны, какие-то там разные вещи. И наша душа, она требует чего? Подкрепление. Подкрепление. Потому что вот где разочарование приходит? Оно не в духе, оно в душе разочарование. Где огорчение? Где печаль? Где депрессия и так далее? Откуда это все приходит? Это все из души. Но когда есть Дух Святой, Он подкрепляет твою душу. Он обновляет твои силы. Слава Богу. Тогда ты не плачешь, ты не ноешь, ты не жалуешься. Почему? Потому что ты подкрепляешься. Слава Богу. Это вот как голодный человек. Он подкрепился. Говорит, ой, и жизнь хороша, и жизнь хорошо. Почему? Он подкрепился, он по-другому себя чувствует. И вот Дух Святой, Он дает нам это подкрепление. Он направляет мне анестезии, правда, имени Своего. Если пойду в долины смерти, то я не боюсь зла. Потому что ты со мной, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил трапезу ввиду врагов моих, умостил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Елей – это тоже прообраз Святого Духа. Где елеем был ты умощен? Слушайте, нормально. Где должен быть елей? На голове. Понимаете? На голове. Потому что я как-то рассказывал, напомню историю, что когда овцы выходили в поля, мошка была везде, друзья. И вот эта мошка, она прогрызала вот эту часть головы. Потому что там на голове самое уязвимое место. Голова, знаете, самое уязвимое место? Баран, он весь кучерявый. Овца кучерявая. А вот одно место, где нет вот этой кучерявости, на голове. И поэтому пастук должен был помазывать елеем, чтобы именно там не прогрызли вот эту тонкую шкуру. И эти злые мухи или еще кто-то не отложили там свои яйца. И не поразили бы овцу. Потому что какие мысли такой человек. И здесь, Давид говорит, умощает елеем голову мою. Это твое мышление веры, твое позитивное мышление, друг мой. Это твой духовный оптимизм. Потому что дьявол так и старается поразить нашу голову всякими разочарованиями, депрессиями, недовольствами. Но когда ты в присутствии Духа Святого, и Дух Святой говорит тебе, это неправильно. Это не нужно тебе. Это не приведет тебя к победе. И такое мышление не сделает тебя победителем. Потому что если у тебя мышление пораженческое, ты никогда не станешь победителем. Если ты в негативе, если ты жалуешься, ты не будешь никак победителем, понимаешь? И вот Дух Святой, да, Он умощает елеем голову твою. Он Дух Истины, Он показывает тебе, так не нужно думать, так не нужно говорить, так не нужно в этом находиться. Помашь елеем свою голову. Слава Богу. Аминь. Поэтому, Он говорит, Он умощает елеем голову мою, и чаша моя преисполнена. Видишь, снова говорится, что Дух Святой, Он должен переполнять тебя. Он переполняет тебя. Он переполняет тебя. И радость переполняет, да, и вера переполняет, и оптимизм тебя переполняет. Почему? Потому что Дух Святой, Он знает истину. А дьявол, Он лжец, и Отец лжи. И, как интересно, дети Божьи верят в поражение, они верят в болезни, они верят в плохое, они верят, что ничего не изменится, что все будет плохо. Это дьявол так думает, понимаете? Бог думает по-другому. Бог мыслит по-другому. Поэтому у нас должны быть те же чувства, не написанные, или те же мысли, как у Иисуса. Слава Богу, что Бог, Он победитель. Слава Богу, что Дух Святой дает нам силу воскресения. Халлилуйя! Поэтому Он умощает и леем голову, и чаша преисполнена, и благость, и милость, да сопровождают меня во все дни жизни моей. Вот что меня сопровождает, понимаете? Ни неудачи, ни депрессия, ни болезни. А что меня сопровождает? Благость и милость! Благость и милость меня сопровождают. Это совершенно другая жизнь. Вот в сопровождении, чего я живу, да? Вот что меня сопровождает или окружает. И Он говорит, я пребуду в доме Господне многие дни. Понимаете, Он не говорил, я уйду из церкви, потому что плохо мне было. Я вот брошу то, я вот это. Нет, Он знает, что Дух Святой, Он тебя ведет в Бог, Он ведет тебя в церковь, Он родил церковь, Он создал церковь, Он тебя не уведет из церкови, Он приведет тебя в церковь. Аллилуйя! Потому что это Божий дом, это Божья семья, это столпы утверждения истины. И Давид говорит, я буду всегда в Доме Божьем. Скажи аллилуйя на это. Аллилуйя! Поэтому Дух Святой, Он учит тебя, Он защищает тебя, Он оберегает тебя, Он направляет тебя. Слава Богу! И последнее, к чему я хочу сегодня прикоснуться и сказать, это опять же, я сегодня много говорю об Иезекииле, потому что те прообразы, которые Бог показывал ему, они очень актуальны для нас сегодня. И вы помните, что Бог его привел к храму, и Он увидел река, которая течет из-под порога храма. И вы знаете, это удивительное место Писания, о нем можно много рассуждать и много говорить, но я постараюсь сказать то, что вот как бы настолько очевидно, что по-другому даже не скажешь. Первое, что Он увидел? Это очень просто, да? Он увидел реку. Эта река выходила откуда? Это из храма. Знаете, если мы говорим о себе, мы храм Духа Святого. И Бог хочет, чтобы из нашей жизни выходило движение Духа Святого. Помазание, вот эта река, вот это движение, вот что Бог ожидает увидеть в нашей жизни. И помните, когда Он его привел к этой реке, Он стал его постепенно, постепенно вести на глубину этой реки. Помните, Он сначала зашел, как Он сначала зашел? По лодыжку, по колено, по пояс. Вот немножко хочу на этом остановиться. Но к чему его вел Господь? Он его вел к месту, что ему нужно было что? Поплыть. То есть, смотрите, Дух Святой пришел не для того, чтобы мы жили сами по себе. Он пришел не для того, чтобы мы двигались в своей собственной силе. Он пришел для того, чтобы научились двигаться в Духе Святом. Поэтому приводится этот пример реки, когда человек смог поплыть. И уже не он, а сама река несет его. Вот этого Бог хочет увидеть в жизни каждого из нас. Что вот эта река, вот этот поток Бога, мы научились двигаться в потоке Божьем. Мы научились двигаться туда, куда движется Дух Святой. Но, смотрите, Он объясняет, что есть определенные уровни. Он не сразу, знаете, что Он взял Его ангел и бросил на глубину. Говорит, а теперь плыви. Нет, Он вел Его постепенно. Постепенно. И мы понимаем, почему вот это постепенное движение в нашей жизни, да, сначала там было по лодыжку, например. И если вы, я думаю, вы все ходили по воде. Все ли могут плавать здесь? Кто может плавать? Некоторые не могут плавать. Но вы еще можете научиться плавать. Смотрите, когда, это прообраз нашего духовного вообще мышления и наших отношений с Богом. Потому что, когда Он был по лодыжку, и это самый мелкий уровень в атаку, да, легко по воде бегать. Легко. На этом уровне легко бегать по воде. Очень легко. Но, смотрите, это лишь ты только вступил. Ты еще ничего не знаешь. Ты еще ничего, как говорится, не понимаешь, да. Ты полностью еще не знаешь Бога. Ты Ему не доверяешь. И поэтому ты движешься своими силами. Да, ты дотронулся, да, ты зашел в эту воду, ты почувствовал эту воду, это присутствие. Но твоя жизнь еще не изменилась. Потому что ты как бегал сам по себе, так и остаешься. Ты прибежал, убежал, прибежал, убежал. Дух Святой ведет его куда дальше? По колено. И знаете, когда мы заходим по колено, уже сложнее ходить по воде. Правда? Уже сложнее. И вот это другой уровень, когда Господь говорит, посмотри, посмотри, куда ты пойдешь дальше? Ты пойдешь вперед или ты пойдешь назад? Когда ты зашел по колено, еще берег рядом и легко вернуться. И может быть, ты смотришь туда, там кажется далеко, там глубоко, там страшно, куда тебя там унесет. И знаете, Иисус сказал, что всякий, который озирается назад, то есть на берег, он неблагонадежен для Царства Божьего. И здесь, как бы, ты делаешь решение, либо ты выйдешь, либо ты пойдешь дальше. Что ты решил? Может быть, кто-то еще только-только зашел. Может быть, кто-то зашел по колено, и он думает, идти мне дальше или не идти дальше. Хорошо, ты пошел дальше, например, и следующий уровень это уже по пояс. И вот по пояс, друзья, я думаю, что это самый переломный момент в жизни. Почему? Потому что это половина твоей жизни, да, по поясу. Это как бы половина тебя. Ты уже как бы наполовину с Богом, но ты еще наполовину в миру. Ты еще как бы наполовину, так сказать, посвятил себя, может быть. Вот я верю, что вот место по пояс это время уже полного посвящения. Это время уже полного смирения. Потому что ты знаешь, что если ты пойдешь дальше, дальше ты не сможешь идти своими ногами. То есть ты теряешь свою точку опоры. ноги представляют нашу земную точку опоры, наши способности, наши силы, наши таланты. То есть мы доверяем себе, мы уповаем на себя, мы полагаемся на себя. Но Бог говорит, мне не нужно этого. Мне не нужно, чтобы ты полагался на себя. Мне нужно, чтобы ты полагался на меня. И чтобы ты научился на меня полагаться полностью. Знаете, Иисус не раз говорил, что никто не может служить двум господам. Вот когда ты зашел по пояс, тебе еще трудней становится идти по воде. Да? Помни? Замечал такое? Это самое трудное уже идти, потому что это течение сильнее, сопротивление сильнее. Но вот именно здесь Господь говорит, послушай, послушай, тебе трудно идти против рожна. Да? Ты вкусил, как благ Господь. Ты уже многие вещи понимаешь, ты увидел. Но Бог говорит, вот этот момент, когда ты должен сделать решающий шаг или на глубину, или назад, или полное посвящение, или так и будешь сидеть на двух стульях и служить двум господам туда-сюда. Поэтому вот этот перелом, этот важный момент, когда человек должен сказать Богу или да, или нет. Потому что долго по пояс ты не простоишь. Понимаешь, ты не сможешь долго. Если еще на вот этих уровнях легко выбежать, убежать, забежать, пробежать, то здесь уже очень трудно. Но с другой стороны, Бог говорит, ты почувствовал мою силу? Ты видишь, как течение движется? Ты видишь, как река течет? Что тебе нужно сделать? Каждый раз ангел проводил его по тысячу локтей. Это где-то 500 метров. То есть, если на наш язык перевести до полкилометра. Но это условно. То есть, это те отрезки жизни, в нашей жизни есть определенные периоды. Может быть, они не всегда будут в полкилометра и тысячу локтей. Но я думаю, это условно говорит о том, что есть время перехода с одного уровня на другой уровень. И Бог говорит, на каком ты уровне сейчас находишься, да? Где ты находишься и куда ты хочешь? Потому что Дух Святой никого не заставляет. Он говорит, если ты жаждешь поплыть, ты поплывешь. Если ты смотришь назад, как бы на берег и упираешься, опираешься на свои ноги и боишься, что тебя куда-то унесет, то ты не сможешь сказать, да, Господь, я поплыву туда. И поэтому Бог никого из нас не толкает в воду, понимаете? Он не толкает, как в той истории, да. Кто, говорит, спас этих людей? Говорит, вот этот известный господин. Он говорит, о, я спас, но как бы, знаете, я не знаю, кто меня толкнул в воду. Но, то есть, Бог нас не толкает в воду, Он хочет, чтобы ты шел туда дальше. Куда ты пойдешь? Как ты поплывешь? И вот здесь уже написано, да, что там был такой поток, да, что через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Вот я думаю, что здесь это самое главное касается нас всех. Это главное касается церкви, это главное касается нашей жизни, нашего служения, потому что Бог хочет двигаться, друзья, но Он зовет нас на эту глубину, Он говорит, да, дальше так уже нельзя будет. Поэтому многие люди дошли до своего духовного потолка, дальше не растут. Почему? Потому что нужно сделать вот это посвящение, нужно сделать этот выбор. Или ты уже полностью скажешь, Господь, я смиряюсь, я посвящаю, я хочу быть там, где ты. Куда? Куда ты двинешься? Туда я двинусь, да? И ты отпускаешь свои ноги от земли, и ты, может быть, впервые, почувствуешь, какая легкость и радость плыть. Аллилуйя! Потому что так трудно идти по пояс в воде, ты устаешь, и многие поэтому устают служить, устают верить, устают там, устают много чего. Почему? Потому что это свои усилия, ты идешь, и это тяжело, ты идешь своими ногами, да, ты как бы в воде, ты как бы с Богом, но все равно ты держишься за свое, ты стоишь на своем, ты не смирился, ты не сдался, ты еще не поплыл. Но когда ты сделаешь еще один шаг, буквально один шаг, дальше ты уже поплывешь. И когда ты поплывешь, ты почувствуешь радость, ты почувствуешь легкость, потому что плыть гораздо легче, чем идти. Кто мне может аминь сказать? Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok